Прежде чем начать, я понимаю, что вы уже устали, да, вы сидите давно, я вас немного развлеку. Я покажу вам, что телефон Windows Phone 7, он на самом деле очень волшебный и прекрасный телефон, он умеет проникать внутрь воздушного шарика. Для этого мне придется надуть воздушный шарик. Тех статистический Microsoft Office шариков фонсора. И запустить на телефоне специальное приложение. И дальше я буду пытаться телефон поместить внутрь шарик. Вот видите, только Windows Phone 7. Можно, кстати, позвонить и через дырочку. Дальше его вот так при версии использовать. Но, кстати, можно оставить его, чтобы он не звонил, шарики. Кстати, по поводу шарика, у нас одна история смешная была. Мы делали день студента. Я вообще работаю со студентами очень много в Microsoft. И мы делали большое мероприятие для студентов. И мы решили продемонстрировать студентам, что телефон – это очень удобно. Почему удобно? Потому что телефон хранит много данных в облаке. Если вдруг с вашим телефоном что-то случилось, да, вот зломышленник заразил его вирусом, и телефон там исчез, сломался, да. То, если вы правильно храните все в облаке, то вам достаточно ввести там свой Live ID, и все данные на телефоне снова появятся. Знаете, для этого мы разыграли такую сценку, там девушка случайно на сцене утопила телефон в вазе с водой. Вот мы тут, ну, мы использовали слегка ставить телефон, который уже не очень нужен. Вот мы бросили в вазу с водой, и я думал, сейчас пойдет дым там, красиво, фейерверк. А телефон продолжал работать в воде. Вот, в течение доклада порядка часа, да, вот, пока со сцены говорили, телефон работал в воде. Вот, потом мы его достали, поместили в шарик, в шарик положили в воду. Вот, и он еще где-то сутки работал, потом он как-то стал уже чуть-чуть хуже. Вот, но это говорит про что? Да, вот, почему телефон прекрасен. На самом деле, откуда взялся Windows 107? Микрософт, в принципе, телефонами занимался давно, да, и, может быть, вы застали, ну, кто-то из вас, наверное, застал Windows Mobile. Вот, Windows Mobile – это прекрасный телефон, правда? Как вы спектически. Течешь ты без микрофона, кстати? Нет? Да, микрофон, наверное. Вот, Windows Mobile – это прекрасный телефон, и вот, когда вы проводите мероприятие по Windows 107, обязательно один-два человека подходит и говорят, а вот у вас в Windows Mobile была возможность передавать файлы по Bluetooth. У вас в Windows Mobile была возможность подключить его там, мизинским датчиком нашим, вот теперь ничего не работает. Почему вы, плохой микрософт, испортили Windows Mobile? Windows Mobile действительно была прекрасной системой для телефона, очень функциональной, хорошей, но была одна проблема. Какая проблема была у Windows Mobile? Медленно. Нельзя было пользоваться. Нельзя было пользоваться. Нельзя было пользоваться. Нельзя было пользоваться это субъективно, да? Так считаю, их всего лишь 80% присутствует. Поблема на самом деле была, вот, на мой взгляд, я ее для себя объясняю так, да? Девушки любили те, у кого iPhone. Вот. И сами девушки тоже, кстати, любили iPhone. Вот почему так? Микрософт долго думал и решил, что нужно сделать свой телефон, который будет лучше, чем iPhone. Это было сложно сделать, на самом деле, потому что iPhone уже был неплохой, да? Поэтому решили взять какую-то часть хорошего, что есть в iPhone и слегка тоже заимствовать, да? И решили сделать что-то лучше. Вот что сделали так же, как в iPhone. В iPhone есть одно очень важное преимущество. Когда вы говорите друзьям, я купил iPhone, все более-менее понимают, о чем речь. Когда вы говорите друзьям, я купил Windows Mobile, начинается много вопросов. С квалиатурой или вес, какой размер экрана, да? Там, вот, и они бывают очень разные, Windows Mobile. Поэтому, вот, делать телефоны самим, к счастью, на Microsoft не станут. Как раз, все, что делал сам, кроме Xbox, получалось мне очень хорошо, да? Классные. Классные. Мышки классные. Да, да. Но мышки, будем считать, что это почти как Xbox. Там еще клавиатура, на самом деле, есть классная. Веб-камера классная. Вот, но микроскоп пытался делать MP3-плеера, да? Zoom такой, был плеер очень неплохой, но потом перестал пытаться. Ну, все, что было в плеере, оно вошло в телефон в том или ином виде, но, значит, вот сами плеера перестал делать. Он пытался делать телефоны на американском рынке. Были такие очень интересные молодежные аппараты. Тоже половина из них вошла в телефон, Windows Phone 7. Вот, они тоже как-то не пошли. Вот, поэтому Microsoft сам телефоны не решился делать, но решился зато ограничить поставщиков. Потому что раньше телефон на базе Windows Mobile, как он выглядел, да? HTC, у него был один интерфейс, там у какого-то другого другой интерфейс. Для Windows Phone 7 Microsoft сказал очень четко и жестко производителям. Вот надо, чтобы было вот так, экран такого-то, такого-то разрешения. Значит, оболочку менять нельзя, процессор там не ниже такой-то частоты, и вот, чтобы было хорошо. И поэтому все телефоны Windows Phone 7, они очень похожи, да? Они вот все вот, ну, более-менее понятно. Если вы скажете, я купил Windows Phone 7, конечно, все спросят, но Nokia, Lumia, 800, 900, нет? Ну, тоже хорошие. Вот, они все похожи, более-менее. Это вот ориентация на… Это вот оборудование и единые стандарты. Почему это важно еще? Для разработчиков это очень сильно упрощает жизнь, потому что разработчиков нужно под одинаковые устройства. Они могут быть чуть больше, чуть меньше, но все равно, как бы, вам не нужно думать, что там может быть 10 разных разрешений и экранов, да? И нужно вообще думать, как ваше приложение будет на них работать. Что еще было хорошего у Apple? Был магазин приложений, да? Вот магазин приложений, чем он хорош? Ну, он хорош тем, что нормальным людям так удобно получать приложение, да? Вот людям ненормальным, типа нас с вами, да, кто любит там поковыряться в телефоне, действительно, наверное, проще скачать приложение на сайте, скачать его и загрузить на телефон по USB. Но нормальному человеку проще купить его в маркетплейсе и быть уверенным, что оно будет работать, там, запустится, ничего плохого он не сделает. Ну вот, поэтому Microsoft решил тоже сделать это приложение. Это было вполне логично. И, значит, самое главное, что Microsoft решил сделать, это он должен был сделать что-то лучше, чем Apple, да? Он решил совершить революцию в дизайне, так листах. И это ему удалось. Потому что Windows 7, вот как он выглядит, вы, наверное, видели. Он выглядит вот так, да? Вот квадратик каким-то с текстом. Он, значит, интерфейс, вот интерфейс, который в телефоне, он называется интерфейс в стиле метро. В метро-дизайне появилось целое такое направление. И в чем он состоит? Вот какой дизайн считался хорошим раньше, да? В какой дизайне было приятно смотреть пользователя? Ну, значит, должны быть, наверное, красивые округлые окошки, которые отбрасывают тени вот так вот очень сильно хорошо и красивые убитые. Почему такой дизайн считался хорошим? И зачем окошко должно... В философском вопросе здесь том, должно ли окошко отбрасывать тень? И зачем оно это делает? А еще иногда текст, кстати, отбрасывает тень. Вообще прекрасно. Вот зачем? Да, потому что вроде как окошко — это вроде как листок бумаги, он лежит вроде как на рабочем столе, и поэтому он должен отбрасывать тень. Еще главный вопрос. На самом деле вот это такое заблуждение, которое тянется достаточно давно. И, ну, понятно еще, чем это объясняется. Вот если выпускается новая версия операционной системы, в старой версии тень не отбрасывалась, новая должна отбрасывать, чтобы было что-то новое. Пользователь радует, о, новая, красивая стала. Потом тень стала размытой, окно стало прозрачным, это Windows 7 уже отлично. Значит, Microsoft не зря работает, они выпускают новые и новые прекрасные операционные системы. Но смысла в этом большого не было. Еще это был один смысл. Производители устройств графических, мощь-то процессорная там огромная, нужно туда перейдевать, поэтому выпускают рисовывать тень. А реально пользователю не очень удобно смотреть на тень, особенно если текст отбрасывает тень, его же сложнее читать. Поэтому Microsoft взял флагфолки и сказал, давайте мы не будем делать такой дизайн, давайте будем делать дизайн очень простой, с точки зрения визуальной, без теней, но зато будет красивая типографика, будет удобное удобство использования. И выпустил большой трактат под названием метро-дизайн-дайдлайнс, где написано, как все должно быть, чтобы пользователю было хорошо. И пользователю это понравилось. Почему? Потому что мы видим сейчас, что многие вот сайты делаются в метро-стиле, уже там не Microsoft, и многие другие продукты имитируют, этот самый метро-стил. Это входит в моду. То есть Microsoft пришлось для того, чтобы сделать телефон, который лучше, чем у конкурентов, придумать такую вещь и пытаться ее насадить в умы людей. И более-менее успешно, как мы видим. Чем он еще замечательен? Он замечательен тем, что, во-первых, Windows Phone после того, как Microsoft договорился о партнерстве с Nokia, он стал действительно очень красив, потому что телефон от Nokia, Nokia Lumia 800 или 900, он действительно очень симпатичен сам при себе, поэтому его ценовая планка, она очень низкая. Это вот цена в российских магазинах, которые удалось найти мне в интернете. Что еще очень важно? Телефон появился относительно недавно в России. То есть вот если бы я с вами беседовал там год назад, я бы вам сказал, сейчас самое правильное время писать приложение для Windows Phone 7, потому что телефон был не в России, а в Америке. В Америке было много людей, которые любят покупать приложения. Российские программисты могли создавать приложения, американские могли их покупать. Была отличная ситуация. Сейчас ситуация чуть хуже, потому что американские приложения уже всем списали. Вот, хорошие. Телефон появился в России. Соответственно, сейчас приложений будет не хватать российским пользователям. Но опять же все хорошее уже, конечно, написали там ВКонтакте, Одноклассники. Что еще нужно российскому человеку? Им плюс. Что? Им плюс. Это что? Это совсем не чатится по всем возможным. Да, да. Ну, на самом деле, я знаю, что нужно. Skype нужен, да. Но на Skype не работает. Никакова, кто пришлось купить Skype, чтобы сделать его по телефону. У меня серьезно. Начнишь. Вот. Поэтому, конечно, чуть-чуть поздно писать приложение на телефон. Сейчас. Но, тем не менее, как бы от остальных платформов это еще позднее, да. Уже там еще сложнее конкурировать. На Windows Phone еще конкурировать проще, чем на других платформах. А что еще важно, писать под него очень просто. Вот. Есть много успешных примеров российских приложений, которые достигали там на рынке и небывалых высот, которые там, в частности, ну, какие-то из них после айфона. Вот. Дудл Горг. Эгрушка такая была, которую перенесли с айфона за, по-моему, 24 часа. Перенесли ее на Windows Phone. Там игрушка просто не может смешивать элементы, да. Смешиваете, например, воду или огонь, и получается водка. Да. Смешиваете там что-то еще, получается... Ну, когда-то человек, получается, человеку и водку смешивает, гениться, получается. И вот нужно по нему замостить весь мир. Вот. Вот. Она вошла там в какой-то очень большой ток поначалу, да. Вот. Элжи. Телефоны ее стал предустанавливать. Ну, и прочее. Там успехи были международные. Вот. Веселые фермы, видите, есть для группы клиентов, которые написали разработчики белорусские из Москвы. Вот. Прекрасные. Ну, и так далее. Ну, и что делать дальше? Вот, если вы... Если есть студенты, среди вас для студентов, мы проводим такие веселые мероприятия, когда вы приходите, мы вас учим разрабатывать более подробно, чем сейчас, да. Они, наверное, будут еще в Москве в этом полугодии. Вот там наверху есть адрес, он, правда, не исправленный. Ну, в общем, как бы, следите за новостями и в Москве такое еще будет. Если у вас нет телефона, ну, хотя сейчас у всех, наверное, кто хочет разрабатывать легко купить телефон, но, в принципе, раньше вас нужно было взять на тестирование. И, значит, наконец, сейчас проводится конкурс приложений. Если вы разрабатываете приложения, которые посвящены праздникам, там, какие праздники? 23 февраля, там, или 8 марта и День влюбленных 14 февраля. То есть, если вы пишете приложение, посвященное одному из этих праздников, то вы можете выиграть телефон. Сроки такие проведения, вот, а почитать об этом можно на сайте rdm.com. Вот есть большой слайд с большим количеством ссылок, куда нужно идти. Здесь, как бы, самая правильная ссылка, которая нужна вам, если вы читаете по-английски, это create.msdm.com. Вот это, там же есть регистрация в маркетплейсе, там можно скачать инструменты, и там можно английские логи получить. Вот. Ну и вот, если вы студент, опять же, есть еще ряд конкурсов, в которых можно поучаствовать, например, конкурс Imagine Cup, где можно подать приложение тоже, и выиграть поездку в Австралию в 2014 году. Все, я, наверное, буду на этом заканчивать. Те, кто хотел, слайд, просто спектрировал. И, как бы, еще, если есть вопросы, потом можно прислать по почте, честно, если и сейчас, сейчас скажите. на самом деле, в Microsoft, для Windows Mobile много было софта корпоративного, тьма, а для Windows Phone, если все, что будет Microsoft в этом плане? Ну, в этом плане, наверное, не Microsoft, а компании должны что-то делать, на которых был этот софт, вышло уже не так давно, это обновление кодовое название «Манго» носят, поэтому приходится оранжевых свитерах прохранить в честь Манго. Вопрос про, так сказать, про переносимость, т.е. если вы не писал на старом сервизе, будет прямо для телефона, да, для вебов, в принципе, наверное, тоже. То есть, как бы, вопрос такой, который очень важен, потому что понятно, что если кто-то написал в приложении о возбородии взять более свежий Silverlight, вполне логично, что с нами тоже будет работать, поэтому совместимость, Microsoft, кстати, почти всегда была на высоте. Значит, вот как выглядит разработка приложения на Silverlight. Что в нем замечательно? В нем, значит, замечательно то, что приложение выглядит, в некотором смысле, как веб-приложение, то есть, есть разметка интерфейса, которая выполняется отдельно от, собственно, кода приложения. Да, разметка интерфейса, она делается на специальном языке, который называется Xamu. Я уже забыл, как расшифровывается. Xamu, какой-то, естественно, Markup Language. Наверное, X от слова очень крутой, Markup Language. Потому что это очень крутой Markup Language. В нем можно рисовать интерфейсы очень богатые, и очень много вещей можно выразить с помощью именно этого языка разметки, не прибегая вообще к программному коду. Ну, например, можно сделать, чтобы кнопочки проведения мыши радовались вам, увеличивались, уменьшались. Можно сделать, чтобы интерфейс поворачивался. У нас было студенческое мероприятие, мы вышли, кстати, когда мы такие мероприятия проводим, когда собираем студентов много и говорим, ну, давайте мы сейчас придумаем идею, и вот вы ее за день напишите, мы вам чуть-чуть поможем. Вот. И кто-то придумал писать шахну питания на телефоне. На шахну питаниях хорошо, когда он, как бы, кладешь телефон посередине стола, половина интерфейса одному, половина другому. Да, вот такую вещь, она как бы делается очень легко, переворачивание всякого, просто разведка внутри текста. Вот. И плюс можно программировать визуально. Вот я предложение буду программировать какое? Обычно я программирую студенческое приложение, которое помогает преподавателю ставить оценку на экзамене студенту. Но в нашем случае это не очень актуально, поэтому мы будем делать прогноз погоды. Вот. Прогноз погоды, значит, вообще хорошее приложение, как выглядит его интерфейс. Знаете, да, одна большая кнопка, да, сделать пользователя счастливым. Вот у нас тоже будет одна кнопка и один текст. Вот. Вы уже видите, что проектирование интерфейса, оно очень визуально, да. Вот. Кнопка и текст. Значит, кнопка будет называться предсказатель. на текст. Ну, как бы текст будет. Для начала текст будет называться нажми кнопку. А потом там появится температура. Чудесным образом. Значит, вот то, что сейчас произошло, мы визуально интерфейс накидали, а при этом, как бы, параллельно у нас появилась соответствующая строчка текстовая разметка. То есть, реально, весь интерфейс, он задается текстовой разметкой. А то, что… Visual Studio поддерживает визуидевый режим создания приложения, да, но при этом, как бы, если вы совсем… Ну, как бы, если вы хотите сделать то, что-то очень сложно, и вы можете текстом это написать. Например, Visual Studio не позволит вам повернуть, там, кнопку на 100-глаз-глаз, придется писать кое-что руками. Вот. Плюс к этому, у Microsoft есть еще один супер-инструмент, который для дизайнеров предназначен. Я вот его боюсь запускать, потому что либо компьютер появится, либо… Ну, как бы, я не дизайнер, да, инструмент меня не любит, называется, expression plan. И он позволяет… Это уже такой, как графический редактор, и он позволяет открыть и тот же проект и уже извращаться с интерфейсом, как следует. Трансформации всякие делать, вот, события решить, чтобы происходило что-то при наведении выше, там, менялись свойства, значит, вот, объектов. Это все можно делать в визуальном режиме. Можете дать его дизайнеру, да, там, знакомому, и дизайнеру вам нарисует интерфейс. Потом этот же проект открыть Visual Studio и, как выбирать, написать код. Код мы сейчас, кстати, напишем, да. Вот нам нужно, чтобы при нажатии на кнопку «Предсказание» происходило предсказание погоды. А как мы это сделаем? Как проще всего предсказать погоду? Ну, да, но первая версия будет упрощенная. Значит, количество градусов это будет r.next от минус, ну, например, 35 до плюс 35. Ну, распределение здесь, конечно, будет не очень хорошее, ненормальное, да. А дальше мне нужно, что будет сказать, текст блок 1.text равно завтра будет и, ну, вот, например, так. Вот, наше приложение готово, и мы можем его тестировать. Тестирование происходит для начала вот на таком эмуляторе, который идет в комплекте, соответственно, с этими средствами разработки. У эмулятора есть единственное, ну, у него есть пара тонкостей. Во-первых, если вы игры хотите запускать, то вам понадобится более-менее хорошая видеокарта, да, или с 9, там, чтобы поддерживаться как-нибудь. Вот, а во-вторых, если вы, например, захотите ослаживать приложение с multi-touching, то вам потребуется ноутбук с multi-touching, ну, чтобы много раз касаться играми. Может быть, двумя мышами как-то хорошо. Вот, ну, вот, минус 17. Видите, программа работает идеально. Что еще, кстати, эмулятор может, я не буду сейчас показывать, конечно, все тонкости, он умеет, например, эмулировать GPS. Там можно открыть окошко справа, и, вот, начиная с последней версии уже манговских вот этих всех инструментов, можно открыть окошко и сказать, там, location. А, ну нет интернета, но где тебе карта появится, там и можно ткнуть, где GPS должен быть на карте. Он умеет эмулировать акселерометр, можно сказать, как бы, ну, взять телефон и его вот так вот понаклонять. И при этом, как бы, эмулятор будет возвращать, как бы, чтение акселерометра, как будто мы телефон наклоняем. Да, если вы отраживаете какие-нибудь игры, которые вот на наклон телефона, да, реагируют, это бесценная вещь. Вот, ну, я не знаю, нужно ли мне показывать подвод, я думаю, все понятно. Дальше нужно подключаться к гисметио, да, к гисметио подключаться тоже очень просто, потому что там есть .NET, там есть возможность, там, XML-файлы загружать, там есть возможность, там, идти в сеть и брать откуда-то веб-сайт, вот, и так далее. Можно брать гисметио, да, сейчас плюс-минус 5 градусов, и нормально распределять. Будет отлично предсказать эту погоду. То есть, второе, технология XNA. Ну, XNA, чтобы показать, у меня ушло бы чуть больше времени, поэтому я не буду. Принцип XNA в том, что мы отвечаем за все, что рисуется на экране. Вообще игры, как они выглядят? Они выглядят не так, как обычные приложения. В игре обычно делается один большой цикл, который очень быстро выполняется. И этот цикл все время, там, смотрит, куда пользователь нажал, меняет какие-то состояния игры, там, переменная, и снова рисует. Рисует, 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 меняет и рисует. Да, и получается 30 кадров в секунду, и пользователь сейчас так. На телефоне, кстати, вот, на компьютере, если вы играете, там, чем больше кадров в секунду, тем лучше, да, там, говорят, у меня 60 кадров в секунду до разрешения 1200. У меня очень быстрый компьютер, да. Мой FPS больше твоего FPS. А на телефоне, как бы, принято всегда делать небольшой FPS. Почему, как вы думаете? Экрана разряжается. Батарейка, да, совершенно верно. На телефоне самая большая проблема – это батарейка. И поэтому, как бы, очень часто вот люди говорят, фу, на вашем телефоне нет многозадачности. Ну, вне зависимости от того, про Windows Phone 7 или про Android, на самом деле, нигде нету полноценной многозадачности. Почему? Потому что, если сделать многозадачность, то программист Вася из Индии, да, он очень легко напишет программу, которая будет там в бэкграунде все время смотреть, одеть ли нового сообщения у него ВКонтакте. Но при этом каждый раз, когда он будет в бэкграунде это смотреть, батарейка будет садиться. И пользователь будет недовольным, почему у меня батарейка села за 15 минут, там, да, когда вроде бы я запустил, ничего не запускал, да. Поэтому, как бы, вся многозадачность, которая есть, она чуть-чуть хитрая многозадачность. И на Windows Phone тоже, да, там, можно запускать агенты, которые будут, там, раз в 10 минут после партии что-то делать. Вот, это делать можно. Но это не такая вот совсем многозадачность, которую мы привыкли на доскопе. Вот, поэтому в XArray, как бы, ЕГА представляет собой такой один большой цикл, ну, на самом деле, там, из трех функций она состоит, и цикл состоит. По сути дела, вам нужно самим смотреть, где что на экране рисуется. Вот, это значит, интервейс вам сделать сложнее. Вот кнопочку, чтобы нарисовать, вам придется самому, вот, что-то рисовать, там, картинку помещать, отслеживать, нажатие выше внутрь. Ну, для этого есть, конечно, библиотеки готовые, да, но нужно быть к этому готовым. Вот. Ну, и вот в последней версии телефона есть еще хорошая возможность можно писать приложение одновременно, Silverlight плюс XNA. Оно немножко выглядит не слишком лицеприятно, там есть тонкости, да, вот, поэтому это, как бы, не часто используется. Но если нужно, то возможность есть. Вот. Ну, и, наконец, есть еще для совсем… есть еще другие возможности создать приложение с помощью какого-нибудь стороннего инструмента. Например, вот есть интересный инструмент, который называется AppMacro. Он позволяет вот вам, если вам хочется, например, гордиться собой, говорить, вот у меня есть свое приложение для телефона, и вот мой блог вы можете скачать в виде приложения, да. Вы можете взять AppMacro, дать ему любую RSS-ленту, и он вам сгенерирует из этой RSS-ленты приложение. Вот. Можно, кстати, красивую такую RSS-ленту сделать, что там картинки добавить, какие-нибудь еще что-нибудь, свой фотопоток из Flickr, вот, и будет почти как, вроде, как хорошее приложение. Вот. Ну, и есть еще другие инструменты, я про них вот отдельно говорить не планировал, но вам скажу словами. Значит, вот есть, например, инструменты, которые позволяют взять приложение, написанное на базе HTML5, то есть JavaScript, да, и его запаковать в виде приложения для Windows Phone и для других платформ. Вот. Если вам хочется создать просто платформенное приложение, причем, там, относительно малой кровью, да, то это вот такой более-менее хороший кошерный пункт сейчас считается. Вот вопрос. Очень сложная процедура выпуска приложения. на рынок? Процедура выпуска приложения на рынок, она в меру сложна. То есть, как бы, она сложна чем? Нам нужно проявить чудеса актуальности. Потому что, значит, для того, чтобы приложение, приложение, когда оно помещается на рынок, оно покоит сертификацию. То есть сразу, да? Просто на iPhone нужно ждать две недели, и потом оно может быть, может нет. Нет, нужно на Android выпускаешь сразу, и потом они… То есть, это приложение, как бы, уже есть на маркете, и потом они это вместе смотрят и хочет там. Нет, на телефоне, на Windows Phone 7, как бы, нужна процедура предварительной сертификации. На него смотрят. В зависимости от загруженности, но вот перед Рождеством было долго, была неделя. Вот сейчас, наверное, ну где-то… По-моему, SLA, насколько они обязаны посмотреть, это две недели. Но реально обычно где-то в районе недели проходит до сертификации. Вот. При этом вам приходит… Как бы, если приложение отклонено, вам приходит подробный отчет, где говорится, вот, исправьте это, 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 это. Еще есть хорошая штука. В Visual Studio есть специальный такой инструмент, который проверяет ваше приложение на такие типичные ошибки. Потому что там есть очень много мелочей. Например, должна быть иконка приложения в двух разрешениях. Она должна отличаться от иконки по умолчанию, да? Вот. Ну, может быть, в первый раз и не пройдет. Значит, пройдет со второго. Я не думаю, что это очень сложно, но этот процесс, он нужен для того, чтобы пользователь был счастлив, да? Потому что если пользователь возьмет, он убедит приложение, тем более пользователи же… Есть такие, ну, так сказать, маньяки, ну, в хорошем смысле этого слова. Они сидят и смотрят, какие новые приложения появляются, да? Потом, например, пишут обзоры в блогах, еще что-то хорошее делают. Они же берут приложение как то, кому появилось на рынке, да? Если его не сертифицировать предварительно, то велико вероятно, что все такие новые приложения будут так или иначе плохими. Вот. Ну, если подробнее вы захотите узнать про разработку на Windows Phone, то вот есть такая хорошая ссылка. В конце тоже там будет слайд со всеми ссылками. Вот здесь разработаны просто отдельные тонкие темы, там, как хранить внутри приложения данные, как там еще что-то делать. Значит, по, собственно, marketplace и про помещение приложения на marketplace. Это вообще очень хорошо, потому что вам, как разработчику, вам не нужно думать, как свое приложение распространять. Да? Вы просто помещаете на marketplace, говорите, стоить оно будет столько-то, вот, и начинаете получать деньги. Но, с некоторыми тонкостями, да? Ну, во-первых, Microsoft берет 30% этих денег, ну, как бы им будет другое, иначе. Парминшер, да? В этом тоже 30%. Вот, так же и тут. Во-вторых, эти деньги оседают в Штатах. Поэтому, как бы, если вы не хотите терять на налогах, как гражданин США, вам нужно еще так переслать туда специальную бумагу, которые, значит, вы будете говорить, нет, я не гражданин в США, и будут платить ему это в своей стране. Вот. И после этого вам нужно, как бы, эти деньги получив, да, вас могут спросить, откуда они у вас. А получить куда? Их, значит, они выводятся, по-моему, раз в квартал. Вот. Соответственно, ну, куда-то, куда вы указываете. Вот. Соответственно, они приходят, как некий дом. Вот. То есть я с предложением могу только раз в квартал получать? Ну, дело в том, что, как бы, мне логистически неинтересно переводить мелкие суммы, да? Поэтому какое-то количество денег проявляют. Ну, в месяц я могу поезжать. Но я не берусь, я могу ошибаться сейчас, да? Потому что, как бы, в последний раз, когда я это проверял, это было давно, да? Раз в какое-то время, да? Вот. Но есть еще, кстати, другие возможности распространения, потому что часто спрашивают, да, что делать, если я хочу раздать приложение друзьям. В общем, вопрос. Сообщает ли Майкрософт про налоговый инспекцию? Майкрософт нет, но в процессе, как бы, это может сделать, там, либо банк, либо кто-то есть. Ну, вот. Есть всякие гранты распространения, когда, например, вы берете, делаете приложение не общий доступным, а закрытым, да, и вы сдаете ссылку к друзьям, или делаете бета-приложение. В это приложение не проходит сертификацию вообще, и вы можете, там, сказать, вот эти 100 человек, там, мои друзья, вот, им дайте возможность загрузить приложение. Можно вопрос? По поводу чего? Инеф пока что нет. Но пока, пока что его нет, да. Вот. Ну и по географии, когда вы публикуете приложение, вы указываете для какого рынка это приложение. Вы можете сказать для всех, можете сказать для Америки, можете сказать для России, вот. Но не нужно говорить только для России, потому что тогда все пользователи хитрые, которые установили себе американский Wi-Fi, чтобы пользоваться всеми приложениями, они его никогда не увидят. Поэтому, значит, мораль такая, что вот сейчас разработчики почти со всего мира могут разрабатывать приложения. Ну, из России, кстати, вот начиная с первых дней существования Windows Phone уже разработчики могли сразу разрабатывать официально и отключать приложения на рынок. А потреблять могут счастливые пользователи из, вот, не всех стран. Китайцы не могут, что ли? А чем цвета вот так? Почему китайцы не могут? Что-то? Светло-зеленые, темные. Ну, просто как вам… Ну, белые, понятно, да? Это несчастные люди. А зеленые – это те, кто стали счастливыми недавно. А вот эти были счастливыми всегда. Китайцы несчастные. Несчастные, да. Ну, да. Китай – это очень сложная страна, но язык непонятный. Китайский. А Индии разрабатывать можно? Ну, разрабатывать там, по-моему, могут почти все. Да, да. Там есть небольшая толстая, что, например, совсем странных странах, типа, там, маленьких, там, Чехии. Вот. В них разрабатывать можно, помещая приложения рынок через партнеров, как бы, да? Там вот есть компании, которые специализируются на том, что берут все приложения с одного рынка, да, и просто отнимет из себя, помещают. А почему эти ограничения интересны? Ограничения такие делаются потому, что телефон выводится на время постепенно. И поэтому телефон, когда был официально выпущен на американском рынке, да, там был американский маркерплейсинг. Вот. А поскольку в России его, вроде как бы, не должно было тогда, то и маркерплейсинг не было. Ну, а если я на Бунхах, там, я не буду сложить телефон, когда я его учу, не обреждаю. Закитаю. Поэтому были хитрые люди и существуют до сих пор, да, которые ставят у себя, как бы, американский LiveID и пользуются, как бы, американским рынком приложения. Да, только им еще, как бы, американская карточка нужна. Нет, им ничего не нужно. Ну, как бы, если покупать хотят, то... Да, покупать. Я не уверен, там есть ли проверка или нет, что говорят. А какой смысл вообще разделять эти рынки? Ведь я буду входит на приложение, на мусуль. Смысл разделять, на самом деле, есть. Потому что, если вы будете продавать приложение, например, на российском рынке, то вы можете захотеть установить на него другую цену на российском рынке. Или вы можете захотеть на российском рынке сделать для него дополнительно суперроссийскую фичу. Поэтому, как бы, как производитель приложения, вы можете его на разные рынки загружать, как бы, у меня чуть-чуть разные приложения. Да. То есть, максимальная дисплестификация, он только по странам, да, это? Ну, не будет. Ну... Ну... А разум власти, образцы, целый по странам? Нет, вы можете сделать это же сами, вы можете внутри... Нет, цену вы не можете, да, оставить каждый. Вы можете делать дифференциацию внутри приложения, там, естественно, да, по гео-локации, посмотрите, вводите или то, а вы случайно вдруг оказались самкатом, да? Я увлечаюсь. Вот. Черно по поводу того, что нужно иметь в виду, когда вы хотите заработать больше денег. Вот я сразу покажу все секреты. Очень важно, как бы, что очень полезно бывает выпустить приложение в реальном режиме. Статистика показывает, что приложение, у которого есть реальный режим, его загружают в 70 раз больше. Реальный. Ну, пробный. Маркетплейс, он позволяет вам, грубо говоря, сказать, что я хочу приложение сделать платным, но страилом. И тогда очень легко, как пользователь, можно сказать, buy или try. И дальше вам из приложения очень легко будет понять, в каком режиме оно работает. То есть инфраструктура Маркетплейс, она берет для себя все эти тонкости. Вам не нужно думать как программисту, да? Вот я там в реальном режиме установлю секретный ключ в Registry, а потом там сделаю так, чтобы пользователь не смогли его скачать. Это все, как бы, делает Маркетплейс сам. Вам нужно только придумать, как с функциональностью быть, да? То есть, например, реальный режим, он может быть по времени. Он может быть по фичам ограничен, да? То есть, вы не даете, например, реальным пользователям замками работать, да? Может быть количество запусков. Вот эту функциональность уже делаете вы сами, да? Ну, грубо говоря, вы считаете количество запусков, говорите, что если реальный режим больше 10, то все, стирать весь телефон. Но, значит, реальный режим по статистике его конвертируют в платное приложение где-то 10% людей. Ну, это такая очень средняя температура в больнице, понятно, что это в разных странах по-разному. Но в среднем так. И в среднем 70 раз больше скачивать. Поэтому, как бы, если у вас нету trial, если у вас есть trial, если у вас есть trial, значит, уже в 7 раз больше ваше приложение будет упасть. Вот. Ну, еще, как бы, полезно использовать разные модные штуки. Например, на телефоне, я вам по этому не сказал, у него на домашней экране есть квадратики. Вот такие квадратики. Квадратики, это они называются Life Tiles. Это, как бы, как бы иконки приложений, но на них может показываться какая-то информация. Поэтому очень логично приложения всякие, типа Погоды, вот, типа Twitter, типа Fosquare, чтобы они писали сюда те вещи, которые пользователям нужны. Чтобы ему как можно реже хотелось их запустить. Да? И такие приложения, естественно, пользуются больше популярностью. Потому что, ну, если есть приложение для погоды, да, какое вы скорее купите? Которое показывает вам температуру прямо тут, или которое нужно запустить, да? Сказать, в Киркее я нахожусь в Москве, там, да, и так далее. Вот. Поэтому такие приложения ценятся больше. Что-то я хотел сказать еще, очень умное на эту тему, но... Да, есть такие приложения очень интересные. Ну, манерков много, да, для телефонов писать всякий бред. Есть приложение, которое называется, там, Russian Pride, Русская горлость, там, Canadian Pride и прочее. Maggasion Pride. Они выводят флажок просто, вот, в виде значка приложения, флажок этой страны, да, и продается подолгу. Вот. Есть еще приложение, оно, кстати, с айфона слизано, да, которое называется по-русски «Я богат». Оно стоит максимальную цену в Marketplace, это 499 долларов, по-моему. Вот. И выводит бриллиантик. Оно даже в какой-то месяц там сделало чуть ли не рекорд по продажу. Потому что его кто-то купил, да? Приложение «Я богат» состоит. А, да, это только из иконки, да. Иконка сам маленькая, да? Есть еще состояние счета. Есть и такие виды покупателей. Да. Вот. Приложение «Русское приложение «Я богат»» для телефона, оно очень продвинутое. Как бы, поскольку в пределах всего лишь 499 долларов, да, то, ну, зачем пользователю, может, оно понадобится, если купить несколько таких, из них можно сложить один большой, а вот, перенять. Можно смешок поставить. А, то есть еще несколько миллионов филей. Ну, да, да, да. Вот. Но, в общем, на рынке есть много интересного. И что еще важно? Ну, вот тут написано «реклама с местоположением», да, там, те, потому что, если вы делаете… Вы же можете зарабатывать как на продаже приложения, а как и на продаже рекламы и звуки-приложения, да? И вот, делая рекламу и звуки, вы можете привязываться к местоположению. Это правильно. Вот. Ну, остальное, видимо, менее важно. Я не буду про это говорить. Вот. Есть еще возможность. Вот. Marketplace на телефоне выглядит следующим образом. Вот где-то там есть обычное приложение, а сюда попадают очень хорошие. Очень хорошие каким образом? Ну, вот Microsoft при сертификации на Marketplace сидят, помимо, как бы, роботов, которые сами проверяют приложение, сидят еще специально обученные индусы, которые запускают приложение, в него смотрят, там, и говорят, ого, хорошее. Тогда приложение попадает вот куда-то вот в такую промо-зону. И приложения из этой промо-зоны, они очень хорошо… Значит, вот они, видите, если совсем хорошее место попадет, 20 раз больше будет продаваться. Если в менее хорошее, ну, там, чуть меньше. Вот. Попасть туда за деньги нельзя. Только вот понравившись индусу. Ну, а как сделать так, чтобы приложение понравилось индусу, или вообще понравилось пользователю? Вот. Очень важно здесь то, что… Вот вы замечали, как пользователь с айфоном, ну, и с Windows Phone, с любым телефоном, как он, вот, к нему относится, да? Вот, его, там, хочется погладить, да, периодически, там, достать, покрутить в руках. Вот ваше приложение, оно должно вызывать у пользователя вот такие эмоции, да? На самом деле, вот… Зачем пользователь покупает приложение? Зачем он покупает Russian Pride и русский флаг вешает на desktop, да? Чтобы у него посмотреть. Поэтому ваше приложение, оно должно быть не только функциональным и делать что-то нужное. Простите дело, ну, что нужное делает, там, Hot Square, когда у нас пользуется как чекинец.